Здравствуйте, это компания Viva Telecom и сегодня мы представим вашему вниманию тактический фонарь производства компании EagleTag. Это новинка 2019 года, называется он G3L. Его используют в качестве подствольного, так как он, во-первых, выдерживает отдачу из любого типа оружия и диаметр корпуса у него составляет ровно 1 дюйм. Соответственно, множество креплений оружейных к нему подойдут. Управление у него классическое, как у первых фонарей EagleTag, то есть режимы переключаются поворотом корпуса, головной части фонаря. Тактическая кнопка включения, соответственно, находится на хвостовой части и она может быть заменена дистанционной кнопкой при подключении фонаря к стволу оружия. Что современного теперь в фонаре есть, это первое, современный светодиод XHP70.2, один из самых эффективных светодиодов и самых ярких на данный момент у компании KRI. И, соответственно, теперь аккумулятор можно заряжать прямо внутри фонаря с помощью разъема также современного USB Type-C. Причем у данной модели фонаря зарядка поддерживается, идет и аккумулятор в комплекте, и сетевой адаптер также в комплекте. Также есть индикатор заряда батареи на самом теле фонаря, то есть вы постоянно можете контролировать, на какой стадии разряда аккумулятор находится. Но начнем, как обычно, с комплектации конструкции и режим управления, соответственно, тоже покажем. Начинаем. Так, ну давайте начнем с комплектации фонаря. Идет, естественно, сам фонарь в комплекте, аккумуляторная батарея уже установлена внутрь, я потом покажу 18650, у нее типа размер, емкость, мы потом посмотрим. Идет вот такой вот плотный нейлоновый чехол с креплением крышки кнопками двумя. Далее на поясе есть в задней части D-образное крепление пластиковое и также крепеж на липучке. Соответственно, вы можете подвесить на ремень или на лямке молли данный чехол. Здесь есть углубление в чехле для того, чтобы голова здесь прочно крепилась и не болталась. Давайте продемонстрирую. То есть она заходит у нас очень плотно и, соответственно, даже перевернув фонарь, вы его не выроните. Далее в комплекте идет USB кабель с разъемом Type-C для зарядки фонаря, идет темляк и дополнительные прокладки, уплотнительные, резиновые. Далее идет вот такой вот рассеиватель для работы фонаря в качестве свечи и идет сетевой адаптер. Разъем у него стандартный USB. На выходе у него ток до 1 А, соответственно, выходное напряжение 5 В. Вилка, естественно, европейская, рассчитанная на сеть 220 В. Так, давайте теперь рассмотрим конструктив фонаря. То есть по габаритам у нас фонарь в длину 157 мм, диаметр головной части у него 39,5 мм. И диаметр корпуса, как я уже сказал, ровно 1 дюйм, то есть 25,4 мм. Далее диод используется XHP70.2, рефлектор гладкий. Есть на краю ударная кромка, тактическая кнопка у нас находится, соответственно, на хвостовой части фонаря. Здесь же предусмотрено пластиковое крепление для темляка. Она съемная, если оно вам не нужно, вы можете его снять. Вот отверстие здесь, эти две половинки можно разъединить и снять это кольцо полностью. Далее есть резиновая вставка для удержания фонаря сигаретным хватом. Есть клипса на пояс. Висит она достаточно высоко, то есть часть фонаря, если вы повесите на карман, то вот только это будет торчать. Теперь закрыт резиновой заглушкой порт USB Type-C и с другой стороны на корпусе фонаря у нас есть вот такой светодиодный индикатор. Соответственно, когда мы фонарь включаем, то этот индикатор показывает степень заряда батареи, количество мерцаний. То есть, ну если вы с фонарями EagleTag уже знакомы, то это в принципе для вас будет не ново. Теперь по поводу режимов работы, то есть включение осуществляется торцевой кнопкой, перебор режимов осуществляется поворотом вот этой всей части фонаря. По поводу свечения, в самом ярком режиме на данном светодиоде мы можем получить 2600 люмен по анси измерениям. В среднем режиме мы можем получить от 1125 люмен до 385. То есть выбирается из четырех вариантов, где степень свечения, она программируется. Соответственно, минимальный режим также программируется от 15 до 98 люмен. Давайте я вот вам включу фонарь и продемонстрирую. Это вот максимальный режим по умолчанию. Когда мы вращаем голову вправо, то включается следующий режим, буквально на 5 градусов нужно повернуть. Включается средний режим и дальше мы поворачиваем голову еще на больший, но здесь уже прилично нужно повернуть, то есть где-то, но чуть ли не на 180 градусов включается минимальный режим. То есть вот три режима по умолчанию доступны. Соответственно, каждый из режимов средний и минимальный вы можете запрограммировать под свой вкус. Но, в принципе, по управлению и по конструктиву больше особо сказать нечего. То есть фонарь максимально упрощен именно для тактического использования. По поводу недостатков и преимуществ. Ну, преимущество, естественно, в том, что он надежно сделан, что есть USB порт у него прямо на теле. Соответственно, да, я вам еще не показал, какой аккумулятор там стоит. Давайте я сейчас раскручу. То есть фонарь может выдержать отдачу любого оружия. Подпружиненный контакт имеется в хвостовой части. Аккумулятор идет 18650 фирменный Eagle Таковский. Емкость у него 3400 мАч. Внутри также контакт под пружинен. Соответственно, удары от оружия, от отдачи или просто механические удары не повлияют на работоспособность фонаря. И аккумулятор не выломает плату контроллера. Именно внутри фонаря. Соответственно, все характеристики вы можете посмотреть по ссылке. Я ее оставлю под видео. По поводу недостатков. Но единственный недостаток я вижу или нюанс в том, что ток заряда мог бы быть повыше. То есть 1 А здесь максимально. Но имея в виду то, что емкость аккумулятора не такая большая, в принципе, время заряда будет не особо большим. Ну то есть примерно около 4-5 часов понадобится на зарядку данного аккумулятора. Преимуществом еще также является индикатор аккумуляторной батареи, что тоже очень удобно. То есть всегда вы будете в курсе, насколько у вас фонаря еще хватит. Причем при изменении режимов индикатор также будет показывать вам на этом режиме. То есть вот он 4 раза мигнул, соответственно на среднем режиме аккумулятор еще будет работать очень долго. Ну то есть полностью заряд он показывает. Ну а на этом видео заканчиваем. Всем спасибо за внимание. Кому видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok